Продолжение следует... Привет, Тагир! Привет, Артур! Но прежде я хочу сказать огромное спасибо танцевальной студии United Project Rue, UPC, за предоставленное помещение, за отличный зал, где сегодня мы будем постигать breakdance движений вместе с Тагиром. Тагир много путешествует именно по танцевальным мероприятиям, по баттлам, и у нас уникальная возможность, он уфимец, но он в проездном в Уфе, получить информацию полезную от тебя, Тагир. Движение будет под названием backdrop, еле-еле его выговорил, вот парни меня долго его обучали, как он, backdrop, как он выглядит, Тагир, покажи. Вот, то есть, в принципе, да, вы как бы прыгаете вниз свои лопатки, хватит, хватит, спасибо. Так, изначально мы сделаем три этапа, то есть, к backdrop, чтобы прийти. Первое первоначальное подготовительное движение, оно выглядит вот таким вот образом. Ставим голову, ноги в три точки, получается. Спускаемся в спину и поднимаемся обратно в исходную позицию в ноги. Оп, можно ли? Сейчас смотри, мы сначала, наверное, обучим зрителя опускаться в спину, это очень важно. Да, 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 я сейчас показал то, что мы будем учить. То есть я встал, мне удобно вот в ту сторону, да? В ту и делай. Если ты левша, то ты делаешь влево, если ты правша, то ты делаешь в правую. Ноги я должен буду сделать на себя? Да, ты делаешь пружину. Вот, почти. Только ты... Акручиваться не нужно? Нет. Смотри, ты должен под себя уйти. И ноги на себя. Оп, вот таким вот образом. Отсюда они выталкивают тебя вверх пружиной, и ты выходишь в исходную позицию. Вот так вот. Сюда руки махают. Делаешь мах, пружина на себя. Можно помогать себе руками. Давай посмотрим, как это получается. Я думаю, даже так не смогу. Так, приготовился, да? На себя ноги. И туда. Вот, вот, вот. Артур, молодец. Гоу. Не просто. Это, это, это не просто, но это можно. И у меня просто, знаешь, голова сейчас просто кипит вот так. Такая нагрузка, ой. Первую часть подготовительного движения к бэкдропу мы выучили. Идет вторая часть, уровень выше, ставим уже не голову, а только руки. Правую и левую. Выглядеть это будет вот таким вот способом. Вот мы встаем в исходную позицию, только мы уже не ставим голову, а голова у нас все. То есть, наверху. Сейчас мы будем ставить руку. Ставим руку и по ней спускаемся. Все так же, только без головы. Раз. А второй рукой помогаем встать. Следующий. Попробуй. Все еще проще стало. Лучше ли у тебя движение? Вот. Да. Что делать неправильно, Артем? Он не вытягивает себя левой рукой и не делает пружину. Пружина плохая. Еще раз. Покажу. Свою сторону показал. Да. Да. Почти. Вот, именно так. Давай дальше. Вот, предположим, научились мы делать с рукой. Ну, все, осталась, осталась финальная часть. Это уже мы делаем без руки. Толчок у нас делается головой. Прям десерт. Десерт. То есть, мы уже прыгаем сразу же в спину, прокатываясь по всей руке. Правда, это не так уж и сомневается. Лопатки мы опускаем. Хоп, да. То есть, мы вот ушли в спину. Отсюда у нас такая же идет пружина, как с рукой. Только здесь мы будем выталкиваться головой. Выталкиваемся головой вот таким вот образом. Пум. Вот, у нас голова идет. И здесь у нас идет толчок. Ты не ударяешься головой. Нет, она закатывается. Закатывается, да. Ты закатываешься наголо, получается. Как банку консервируешь с помидорами. Еще раз. Вот, покажу как. Ты закатываешься на нее. Эти движения, само собой, для тех, кто увлекается и любит брейк. А если вы не занимаетесь брейк-дансом, и вот вы увидели и захотели так же, найдите Тагира, либо напишите в группу передачи «Танцуй», где можно научиться бэк-дропу. И мы, конечно же, ответим на ваши вопросы и посоветуем. Но если у вас появилось желание сейчас попробовать вместе с Тагиром бэк-дроп, без рук, то пробуйте. Но посмотрите, чтобы рядом никого не было. Первый, второй, третий. Подряд. Голова. Ноги. Делаем с головой. Уходим в спину. Выходим. Раз. Первый этап у нас сделан. Второй. Рука, рука, встали. Второй этап. Третий. Только голова. Вот и все, мы выучили бэк-дроп. Это было движение бэк-дроп. Третий этап можно уже использовать только одну ногу. Но это уже совсем другая история, которую вы увидите, я думаю, в следующих выпусках передачи «Танцуй», когда Тагир будет вновь проездом в нашем любимом городе. Тагир будет вновь проездом в нашем любимом городе.